Ресницы. Я сама никогда особо не парилась по этому поводу, они у меня средней длины, достаточно светлые, не такие уж, что прям изогнутые и не прям уж густые. Но я просто сама никогда не обращала на это внимания. Но я знаю, что для многих это прям важный показатель красоты, и многие люди хотят длинные, густые, чёрные ресницы. И в этом видео обсудим с опорой на науку и здравый смысл, а не всякие бабкины рецепты или опасные средства, как можно отрастить свои длинные ресницы. Привет, меня зовут Клава, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы обсуждаем уход за волосами и кожей, а также иногда психологию, разные личные темы. Итак, ресницы. Конечно, в этом вопросе бьюти-индустрия нас не оставила. Этот рынок просто богат разными средствами для роста ресниц, для тех, кто не хочет сильно долго париться и ждать, есть наращивание туш для ресниц, в конце концов. Я не хочу здесь очень глубоко разбирать наращивание, мы больше поговорим про рост собственных ресниц. Но что важно сказать, что наращивание, естественно, может делать ресницы ломкими. И после наращивания, когда мы снимаем какое-то время, пока, естественно, ваши ресницы не отрастут, они будут более редкими и ломкими. Но даже при регулярном ношении туши ресницы могут становиться более сухими и ломкими, так что имейте это в виду. Кроме ломкости ввиду таких факторов, есть ещё и другие причины, почему ресницы могут стать более редкими или хуже растеть. Одна и достаточно распространённая причина – это очаговая лапеция или лапеция ареата. Это атоиммунное заболевание, и оно может проявляться выпадением волос на любом участке тела. Ограниченный обычно это участок, например, в форме такого кругляшка, либо же это более пятнистые формы, но это может произойти на любом участке тела. И это состояние, естественно, требует лечения вместе с трихологом, часто с эндокринологом, и там большое количество врачей подключается, чтобы найти причину. Также иногда люди сами себе выдирают ресницы и брови, и это заболевание называется трихотиломанией. Происходит это на нервной почве. Естественно, если просто как-то, не знаю, ты сидела, потянула бровь, я так иногда делаю, но это редко бывает, но как-то бывает приятно, и я сижу, тяну бровь. Если это происходит изредка, то ничего страшного, но если это на регулярной основе, и вы замечаете, что ресницы поредели, или там брови, клочка нет, то имеет смысл проконсультироваться с психиатром, и он назначит соответствующее лечение, если оно требуется. Но, кстати, недооценивать этот момент тоже не стоит, потому что я, например, лично знаю людей с трихотиломанией, которые выдергивали себе ресницы, и там просто не оставалось ресниц. Ну, еще одна причина, самая физиологичная ваших и моих средних, таких средних ресниц, это особенности их роста. Тут работает примерно та же схема, что и с волосами на голове. Волосы в своем росте проходят три стадии. Аногены — это фаза активного роста, катаген — переходная фаза, и телоген — фаза выпадения. Так вот, насколько долго волосы будут в стадии аногена, то есть в фазе роста, и определяет их будущую длину. И длительность аногена и скорость роста волос у всех немного отличаются. В среднем это от четырех до десяти недель. То есть у кого-то ресницы растут четыре недели и потом выпадают, у кого-то до десяти недель. И, естественно, это больше, чем в два раза может быть большая длина. И почему мы не замечаем резкого выпадения ресниц? Потому что каждый волосок растет вообще своей жизнью, так же, как и на голове. Он не связан с другими, со своими там фазами роста он справляется, и выпадают они все как бы поочередно, и мы не замечаем резкого выпадения. Но это в норме. Все-таки резкое выпадение волос и ресниц в том числе может случиться на фоне перенесенного какого-то заболевания, стресса, диеты, чего бы то ни было. Но это так же, как на голове, телогеновое выпадение. Обычно происходит через какое-то время после перенесенного фактора. Итак, какой мы делаем вывод после всей этой теоретической части? Что есть две вещи, на которые мы можем влиять. Это ломкость волос, чтобы они не обламывались раньше времени, и рост их непосредственно. Что мы можем сделать, чтобы снизить ломкость? Самый вообще часто встречающийся фактор, который провоцирует ломкость ресниц, это неаккуратное снятие макияжа с глаз. Трение, просто какое-то стирание, выдирание ресниц, когда мы пытаемся оттереть эту ненавистную тушь, которая днем нам должна показывать просто невероятные результаты стойкости, и потом вечером мы ее нещадно стираем. И здесь, что можно посоветовать, лучше всего смывать макияж с глаз гидрофильным маслом. Почему так? Во-первых, гидрофильное масло в среднем лучше растворяет любые формы макияжа, даже водостойкого. Во-вторых, масло конкретно будет кондиционировать волосы, кондиционировать, создавать на их поверхности немножко пленки, которые будут защищать волос от ломкости. И при этом нужно аккуратно-аккуратно массировать, не тереть, не стирать вот так все, не тянуть ватными дисками. Если вам важно, конечно, чтобы ваши ресницы росли здоровыми и не ломкими, не трите глаза при снятии макияжа. Также, если вам очень важен рост ваших собственных ресниц, то я предлагаю отказаться на время хотя бы от водостойкой туши, потому что она обычно чуть больше сушит волоски. Далее, накладные ресницы про наращенные или наращенные? Наращенные, правильно? Про наращенные мы уже поговорили. Так вот, накладные ресницы, которые мы наклеиваем на клей-пучки или цельные такие, да, они также могут провоцировать ломкость, потому что они утяжеляют ваши собственные ресницы. И, во-вторых, все эти клеи, они могут вызвать раздражение, что также будет провоцировать ухудшение роста, выпадение. Также стоит перестать использовать керлер, подкручивалку такую для ресниц, которая зажимает ресницы и немного их делает изогнутыми, потому что это их ломает. Особенно пагубно воздействуют нагретые керлеры, теплые, которые, да, очень классно ресницы подкручивают, но, к сожалению, делают их ломкими. Это, как мне кажется, достаточно простые шаги, чтобы их внести в свою жизнь и исследовать им. Теперь поговорим о чуть более сложной истории, это как повлиять на рост ваших ресниц. И начнем мы с масел. Казалось бы, натурально, полезно, прекрасно будут расти ресницы просто до потолка с разными маслами. Что же происходит на деле? Например, очень популярно касторовое масло. Мы его наносим на ресницы, она очень вязкая, оно мало того, что обладает такими кондиционирующими функциями, укрепляет, скажем, именно защищает ресницы, оно еще немного их делает толще внешне. И может казаться, что они сразу такие более здоровые, что ли. Но если мы говорим о влиянии на рост, то нет никаких данных убедительных, что касторовое масло может на это влиять. То есть, да, снижать ломкость, оказывать какой-то кондиционирующий эффект, оно может, но влиять на рост, ну, практически никак. Во всяком случае, реально данных на эту тему нет. То есть, его имеет смысл использовать от ломкости, но не для роста. И также имейте в виду, что на любой компонент и на масло часто может быть раздражение. То же самое касается и кокосового масла. Оно будет неплохо кондиционировать ваши реснички, но влиять на их рост вряд ли будет. Еще одно очень популярное масло, это масло Усьмы или Усьмы или Утьмы. Я не знаю, как правильно ставится ударение. То же самое, нет никаких данных, что оно может влиять на рост. И это, опять-таки, просто кондиционирующий уход. И если у вас с ним какие-то гениальные результаты, это супер, это круто. Если у вас нет раздражения, пользуйтесь. Но мы еще поговорим в этом видео о компонентах, которые действительно, доказано, могут стимулировать рост волос. К маслам я на самом деле отношусь неплохо, потому что самое страшное, что может произойти, это легкое раздражение, вы перестанете ими пользоваться, и все пройдет. Но вот есть категория средств, которые так бесследно со своими побочками не проходят. И мы сейчас с вами поговорим о стимуляторах роста волос, о серумах специальных. Да не простых, а с аналогами просто гландина. Что же это такое, спросите вы? Это средство для лечения, прежде всего, глоукомы. Горепрост вам что-нибудь говорит, бематопрост также есть, латанопрост, тафлупрост, травопрост. Это все средства для лечения глоукомы. Глоукома является одной из причин слепоты, часто из-за повышенного давления. И кто-то заметил, как это обычно бывает, что при использовании такого рода капель у людей начинался более активный длительный рост ресниц. И было выяснено, что простагландины, они взаимодействуют с рецепторами фолликула, могут продлевать фазу роста волосков, также делать волоски более плотными, толстыми и влиять на производство пигмента, то есть более темными. И звучит это супер круто, да, но пока мы не узнаем о побочных действиях. Ну, первое это раздражение, покраснение, влияние на слезный механизм. Далее изменение цвета кожи, цвета глаз, гиперпигментация. Также они могут вызывать проблемы со зрением, расплывчатое зрение. И еще один побочный эффект простагландинов, это потеря жировой ткани, так называемая переорбитальная липодистрофия. И это необратимое состояние. Окей, скажите вы, я не буду покупать лекарственные средства от глаукомы, буду покупать просто серому в магазине. Серому для роста волос это косметика. И у косметики намного меньшие требования, им намного проще зайти на рынок, мне не обязательно указывать побочные эффекты в инструкциях. И учитывая то, что мы собираемся наносить серому Близз глаз, я думаю, что стоит об этом всегда помнить. Интересно то, что очень многие стимуляторы для роста волос, которые просто являются косметическими средствами, продаются не в аптеке, без рецепта, без побочных эффектов. Они содержат в своем составе аналоги простагландина. Я напишу список самых часто встречающихся на экране. Посмотрите их, заскриньте эту картинку, ищите в составе эти компоненты. Если вы их видите, я бы советовала этого избегать. В целом, при потере ресниц из-за какого-то заболевания, конечно, эти продукты могут помочь. Ну, по назначению врача, в какие-то краткие сроки, да. Но просто, чтобы сделать свои ресницы более густыми и длинными, стоят ли риски того, у меня вопрос. Плюс нужно понимать, что продукт будет действовать, пока вы его используете. Не значит, что вы месяц вы пользуетесь, отрастите длинные ресницы, и такие они останутся на всю жизнь. Нет, придется пользоваться им регулярно, очень длительное время, что, естественно, повышает риск развития побочных каких-то эффектов. И теперь я хочу поговорить о тех компонентах, которые действительно могут работать и являются относительно безопасными. Они также могут вызвать раздражение, как и любой другой компонент в косметике, но все равно они достаточно безопасны. Это пептиды. Пептиды вообще очень хорошо изученные компоненты, я планирую сделать отдельное видео о них. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить. Пептиды имеют доказанную эффективность в симуляции роста волос как на голове, так и на других участках. И если вы хотите все-таки попробовать отрастить свои волосы и ускорить фазу роста, то я думаю, что имеет смысл искать стимулятор именно с пептидами. Например, на iHerb есть сыворотка Insta Natural для стимуляции роста ресниц на пептидах. Очень неплохая, у нее такая тоненькая кисточка, удобно наносить, и раздражение она вызывать не должна. Здесь составик апексил, это очень такой распространенный компонент, который используют стимуляторы для роста волос, и он будет хорошо работать. Также на iHerb я нашла сыворотку для роскошных ресниц и бровей от Geologic. Здесь помимо кондиционирующих добавок, типа глицерина, гиалуроновой кислоты, здесь органовое масло также есть. И есть пептиды, которые также будут способствовать росту волос. Из того, что можно купить у нас достаточно быстро, в золотом яблоке продается Xlash. Это также стимулятор роста на пептидах, там есть и другие компоненты, экстракты. В принципе, он неплохой, отзывы по нему тоже очень хорошие. Так что ищем стимуляторы на пептидах. Еще я хотела бы кратко поговорить о витаминных добавках, которые мы принимаем внутрь. И чаще всего, когда люди хотят отрастить волосы, где бы то ни было, они начинают принимать биотин. Это витамин группы В. И на самом деле нет каких-то исследований, подтверждающих то, что биотин стимулирует рост волос. На самом деле нет исследований ни по каким витаминам или БАДам, что какой-то конкретный БАД может ускорять рост волос. Может быть, если у вас был дефицит, и вы восполняете дефицит, то у вас начинается адекватный рост волос после приема биодобавок. Но дефицит именно биотина встречается очень редко, обычно у людей, которые едят сырые яйца. Поэтому пить бешеные дозировки биотина, я думаю, что просто нет смысла. Для роста волос в любом случае важна сбалансированная диета с большим количеством белков, жиров. Различные детоксы или ограничения каких-либо групп продуктов могут приводить к тому, что ресницы будут выпадать. Будет телогеновое выпадение. В общем, суммируем. Для здорового роста желательно не наращивать ресницы, не клеить накладные пучки, не использовать водостойкую тушь, смывать макияж с глаз гидрофильным маслом. Если нравится и нет раздражения, то можно кондиционировать ресницы какими-то маслами, наносить серумы с пептидами и сбалансированно питаться. И самое главное, не ждать мгновенных результатов. В среднем их оценить можно будет через месяц. На этом у меня все. Пишите внизу в комментариях, важен ли для вас внешний вид ваших ресниц, что вы делаете для того, чтобы они росли более длинными, здоровыми и густыми. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. У меня все на сегодня. Увидимся в следующем видео. Пока!